Телеграмм бумит прямо сейчас, площадка стала бенефициаром этой ужасной ситуации и всех блокировок соцсетей и всей этой неопределенности Аудитория перетекла в Телеграмм, поэтому Телеграмм просто сейчас на пике и этой площадкой прямо сейчас нужно заниматься всем абсолютно Кто развивает свои проекты или свой бизнес или хочет скачать личный блог В этом видео вы узнаете следующие вещи, вот здесь вы увидите тайм-коды, вы можете по ним кликнуть и перейти на конкретный блог, который вас интересует Почему Телеграмм сейчас самая перспективная площадка для ведения блога? Как выбрать тему и нишу для канала в Телеграмме? Как упаковать свой канал и как сформулировать свое позиционирование? На чем можно зарабатывать в Телеграмме? Особенности контента в отличие от других площадок? Как набрать первую тысячу подписчиков в вашем Телеграмме? Почему это самая сейчас перспективная площадка для ведения своего блога? После блокировки Инстаграма в начале 2022 года Телеграмм вырос с 35 миллионов до 47 миллионов пользователей Это самый большой приток новой аудитории среди всех соцсетей С этим никто не сравнится ни весной 2022 года, ни прямо сейчас Посмотрите на эту картинку Значит, весна 2022, плюс 23% авторов в Телеграме И только плюс 2% контента Понимаете, в чем прикол? Приток пользователей, во-первых, в Телеграме больше, чем на любой другой площадке Во-вторых, гораздо больше аудитории, чем генерируемого контента на этой платформе Большинство новых авторов начинают вести каналы в Телеграме с нуля То есть все, по сути, обнулились весной 2022 года Это отлично именно для новеньких, для тех, кто стартует сейчас Но при этом быстро обучается То есть если вы в Телеграме быстренько разберетесь То вы сможете конкурировать с другими ребятами, которые были большие на других платформах Например, заходя в Инстаграм, вам нужно конкурировать сразу с большими ребятами Но в Телеграме, по сути, очень многие, даже крупные ребята Начинают сейчас вести свои блоги с нуля Большая крутость в том, что площадка быстро развивается технологически Это и сторис, над которыми работают Это и реклама, которая пока ни шатка, ни валка работает Именно таргетированная реклама, я имею в виду Реклама, если покупать в блогах, замечательно работает Но таргетированная работает так себе Но площадка ее допиливает Сторис должны вести Телеграм премиум запустился То, что, например, WhatsApp, да, там, сделал возможность редактировать сообщения В Телеграме, но это просто какая-то одна маленькая из фич, которые среди там огромного количества Очень удобный для юзеров инструментов Поэтому Телеграм невероятно быстро развивается технологически Дальше, вокруг Телеграма начинает формироваться новый рынок рекламы, продвижения и специалистов То есть вот та инфраструктура, например, которая была и есть в Инстаграме В Телеге ее не было И сейчас это все начинает бурлить, формироваться То есть те же самые специалисты, которые круто разбираются в Телеграме Они сейчас очень востребованы и будут востребованы еще больше В Телеграме практически нет бана Надо постараться, чтобы ваш канал заблокировали В отличие от Инстаграма и Ютуба Где баны могут прилетать как от самой площадки За какие-то вещи, которые не соответствуют как бы политикам платформы Так и у вас канал могут увести В Телеграм, во-первых, защита гораздо лучше реализована Во-вторых, там полная свобода слова и отсутствие цензуры И как со стороны Российской Федерации Потому что, сейчас открою страшный секрет Но большинство каналов в Телеграме, они прокремлевские, провластные Поэтому в Телеграме вообще ничего не банится с точки зрения То есть площадка не будет забанена с очень-очень большой вероятностью Со стороны Роскомнадзора и государства И с точки зрения самой платформы То есть нет каких-то, кроме там пиратства, пожалуй И распространения там таких вещей, ну, которые противоречат международным законам Не буду их произносить, чтобы у меня не было проблем с этим роликом Вот все остальное в Телеграме легально То есть там полная свобода мнений, полная свобода самовыражения Аудитория Телеграма самая премиальная и платежеспособная из всех площадок А в Телеге самый высокий CPM То есть когда в Телеграме закупается реклама Вот если вы, например, пойдете к большому блогеру У него есть три площадки Инстаграм, Телеграм и Ютуб Вот в Телеге будет самая высокая стоимость за тысячу показов Это означает, что рынок таким образом сформирован Что аудитория в Телеге покупает больше и на большие чеки, чем на других платформах Поэтому самая премиум аудитория находится в Телеграме В целом Телеграм сегодня это самая устойчивая, простая и активная площадка С премиальной платежеспособной аудиторией Вот что вам нужно знать, если вы решаете, куда вам идти Как выбрать тему и нишу для вашего Телеграм-канала? Перед тем, как перейти к этому блогу, хочу вас пригласить на наш бесплатный онлайн-вебинар Как стартануть Телеграм-канал с нуля и вывести на прибыль На нем вы поймете, как занять свою нишу Начать прорабатывать на этой быстрорастущей площадке Банше ваших конкурентов Еще вы узнаете, какой способ монетизации подойдет именно вам В вашем случае, вашей нише, вашей теме И как продвигать свой канал Ссылка в описании под этим видео Занимайте свое место прямо сейчас Итак, выбор ниши У вас есть два пути Первый, выбрать одну из тем, в которой вы уже работаете и являетесь экспертом Второй вариант Выбрать тему, в которой вы пока не эксперт, но горите желанием ее изучить А процесс изучения показывать в блоге Если трудно придумать тему, проанализируйте и выпишите Следующие вещи Что вы любите делать в целом, в принципе Что вы хорошо умеете делать Что нужно людям и за что они готовы хорошо платить Вот на пересечении этих трех ответов Вы прям списком по каждому напишите и ищите пересечения Вы сможете на пересечении найти идею В какую сторону вам развиваться Стартуя Телеграм-канал Мы сейчас не говорим про следующий кейс Наверное, вы где-то слышали от старых админов Телеграма Которые с 2017 года там Надо выбрать дорогую тему Дорогую, скорее всего, про крипту что-то И залить канал Еще на теме, залить канал Залить канал-то значит начать покупать где-то рекламу Чтобы себе набирать-набирать подписчиков И потом начать продавать эту рекламу То есть заниматься таким арбитражом трафика Мы сейчас не про это говорим Я топлю за авторский блог За авторские каналы Потому что, во-первых, легче конкурировать Если добавлять собственное мнение А не просто делать новости рынка Финансовый рынок, который все делают Еще тысячи других каналов делают Добавление своего мнения сразу вас отделяет от конкурентов Второе, вы будете меньше зависеть от чисто одной выбранной темы Потому что, если вы развиваете как бы личный блог То вы можете, у вас есть core тема То есть такая одна тема Как, например, у меня в канале Максим Чернов Есть тема, связанная с маркетингом Особенно с маркетингом в соцсетях Это основная тема Монетизация этих вещей Но дальше у меня есть еще дополнительные вещи Связанные с Сингапуром Иногда я что-то про лайфстайл рассказываю Иногда про бизнес, мысли про жизнь То есть вы меньше будете выгорать И меньше будете зависеть только просто от тупо одной выбранной темы Потому что люди будут не только подсаживаться на вашу тему Но и на вас как автора Дальше Дороже реклама у вас будет, если у вас именно авторский канал Дальше вы можете продавать собственные курсы Собственные инфопродукты Что является одним из самых маржинальных источников монетизации Телеграм-канала Каналы в Телеграме можно вести абсолютно на любую тему Недвижка, маркетинг и пиар Предпринимательство и крипта Инфобиз Вышивка Йога Можно вести коммерческий аккаунт Про драгоценные украшения Про одежду Ну или вот еще хороший канал Максим Чернов Как я говорил про маркетинг И продажи в Телеграме И в других соцсетях И жизнь в Сингапуре Я здесь помогаю экспертам и предпринимателям Зарабатывать больше денег на своих проектах Поэтому подписывайтесь Ссылка в описании И там в закрепе, кстати, есть PDF-гайд Как выбрать себе площадку для развития Если вы вдруг еще не до конца определились Что вести Телеграм или что-то еще Поэтому подписывайтесь Как упаковать свой канал И что такое позиционирование И как у себя в канале его сформулировать Первое Это название канала Что писать в названии Какие есть варианты Имя с фамилией Как на канал, например, Максим Чернов Имя, фамилия плюс слово из позиционирования Максим Чернов про СММ Или яркая фраза с позиционированием Я, кстати, проводил как-то опрос у себя в Телеграм-канале Типа, ребят, накидайте мне название Прикольное Кстати, в Телеге что мне еще нравится Вот как Instagram Stories Можно быстро проверить, например, какую-то свою идею Провести какое-то тестирование Получить какой-то быстрый контакт То есть вот Instagram Stories и Телеграм В принципе, там контент такой Что можно быстро получать обратную связь от аудитории Еще примеры Амбассадор по суточной аренды Понятно, про что канал, правильно? Инвестиции как лайфстайл Понятно, про что канал? Можно добавлять еще, как я сказал, имя Можно имя и позиционировать Если у вас больше фокус на личный бренд То добавляйте имя Если у вас меньше фокус У вас все равно авторский канал Но меньше фокус на личный бренд Можете просто придумать яркую фразу Которая будет передавать идею канала Я рекомендую уложиться в 14 символов Иначе не влезающие символы будут превращаться в пэм-пэм-пэм Название канал должно легко читаться И быстро запоминаться Не надо называть канал вкусные точки Или что-то типа того Невозможно произнести Невозможно склонить Вообще он меня бесит В общем, должно что-то такое Что просто в голове всплывает Если мы не говорим про ваше имя и фамилию А именно вот про части, связанные с позиционированием Что всплывает быстро в голове И, ну, что в принципе не вязнет на языке Если вы вслух произносите название канала Не нужно использовать в названии Поэтому слишком длинные, сложные слова Аватар Критерии хорошего аватара Первое Размер снимка 300 на 300 Высокое качество фотографии или картинки Несмотря на то, что ваш аватар в большинстве случаев будет видеть мелко Но если человек кликнет на описание вашего канала То аватар развернется И здорово, чтобы там было хорошее качество фотографии Крупный план Если это ваше лицо То это должно быть портретное фото или селфи Крупно Фон нейтральный Либо размытый Либо можете вырезать себя И сделать какой-нибудь яркий фон Однотонный черный, например, хорошо будет смотреться Будет привлекать внимание Если у вас лицо, то взгляд направленный В камеру Отражено настроение канала Если канал, например, веселый То можете подурачиться на аватаре Если канал серьезный, то сделайте серьезное лицо Можно какую-то яркую деталь, например, в фоне сделать Или в одежде Все такое черно-белое и какой-нибудь яркий галстук Ну, или что-нибудь поинтереснее, чем галстук Описание канала Что должно быть в тезисах? Первое Это позиционирование Второе Это наследие Третье О чем канал? Дальше Ссылки на соцсети Каналы Или ваш сайт Позиционирование Это краткая фраза О чем вы? О чем канал? То есть развернутое Вот у вас название И может быть позиционирование Дальше вы его развернули На одно предложение Наследие Какая-то ваша крутость Можете написать Что там делал проекты Такие-то С такими-то брендами Стольким клиентом Бумок Или еще что-то Ну, какое-то наследие Какое-то прикольное Потом можете его сменить Когда у вас канал уже вырастет Вас будут знать в телеге Подписывать людей на свой канал Если у вас что-то такое О, типа Крутой человек Вот Если возникает в голове У вашего свежего подписчика Такая мысль О чем канал? Кстати, если вы Проходили у меня что-нибудь Типа инстадруга, например То вы Помните, да Что должно быть в шапке профиля Инстаграм Так в телеграме Похожая история О чем канал? Зачем это нужно? Для того, чтобы люди поняли Зачем подписываться им На ваш канал То есть какой там будет контент Вы должны сказать людям про это И дальше ссылки на соцсети Каналы или ваш сайт Можно ссылку на топлинг поставить То есть что-то Что дальше перенесет человека В нужное вам место Шапка канала Она менее важна Чем в инстаграме Потому что Человек попадает Сразу, когда он подписывается на канал Просто переходит на канал Попадает на контент То есть сравните с инстаграмом Вот человек попадал бы сразу на ленту Не видя шапку То есть чтобы перейти на шапку Надо дополнительно кликнуть На канал На описание канала Но в целом это важно Один раз делайте Чтобы все было красиво Юзернейм в телеграме Что писать в юзернейме? Адрес условно вашего канала Имя с фамилией Просто можно Как вот у меня Максим Чернов Эд собачка Если в телеграме где-то написать Собачка Максим через икс Чернов То вы попадете на мой канал Можно сделать Если имя фамилия занято Имя фамилия и слово Из позиционирования Просто это будет Типа одно длинное название Можно просто позиционирование Как-то завернуть Или можно псевдоним Поставить ваш Вообще это Реально не заморачивайтесь С этим очень сильно Если свободно Имя фамилия например То берите Если можете скопировать Типа имя Допустим у вас имя фамилия И слово позиционирование Если свободна эта связка То берите ее Но вообще это Не супер-супер принципиально Когда будете делать упаковку Я рекомендую использовать Телеметр Это сервис Аналитики телеграм-каналов Очень помогает В плане продвижения Это прям обязательно Там удобно И свой канал анализировать И офигенно удобно Искать телеграм-каналы И других Чтобы покупать у них рекламу Про рекламу Мы чуть дальше поговорим Для своего канала Там можно подключить бота Бота телеметра И узнать цену На размещение рекламы Например у вас Ну примерную цену Именно по характеристикам Вашего канала Плюс найти пересечение Аудитории Вашего канала с другими Это вообще бомба Обязательно берите Только платную версию Там полный функционал А стоит на копейки Самое полезное В телеметре Это аналитика Чужих каналов То есть Когда вы будете заниматься Продвижением Вам это обязательно Вот у любого Спросите автора Телеграм-канала У любого админа Телеметр Это такой настольный инструмент По сути Вы можете видеть Все о каналах Конкурентов Или потенциальных площадках Для рекламы Видна активность Качество подписчиков Число упоминаний Каналов в социальных сетях Как часто реклама У них выходит Какие посты Сколько охвата набирают И так далее То есть там все Все очень прозрачно Вбивайте прям ключевое слово В поиск И ищите каналы Вашей ниши Короче Это мазхев Для всех Кто продвигает Свой телеграм-канал Ссылка На телеметр В описании На чем можно зарабатывать В телеграме Первое Свои инфопродукты Ну давайте Возьмем примеры Консалтинг В среднем Консалтинг по рынку Стоит от 2 до 10 тысяч рублей За одну консультацию Или от 30 тысяч рублей До 300 тысяч рублей За именно упакованный Консалтинг За несколько консультаций Но именно Когда продается Не разово Не когда вы время продаете А именно Упакованный оффер Такой продающий И вы делаете Хороший маркетинг То есть Консалтинг Это история Которая может стоить Реально дорого Что еще Наставчество Или мастер-группа Хорошо продавать Через телеграм-канал Это такая Более премиальная история Наставчество В целом По рынку Стоит от 50 тысяч рублей До миллиона На одного участника Без необходимости Создавать курс То есть Вам не надо Заниматься Продакшеном Вам не надо Делать материалы Вы просто ведете Наставчество Или мастер-группу Но Нужно Очень большое Личное вовлечение Автора Это кого-то Может отпугнуть Но реально Когда вы первый раз Запускаете Мастер-группу Или наставчество У вас Да Будет много времени Это занимает Много сил Эмоциональных В том числе сил Ну вам нужно Шарить за предмет Который вы запускаете Сто процентов То есть Без этого Нельзя там За 500 тысяч Например На участника Запустить Мастер-группу Или наставчество Если вы не разбираетесь В предмете Но Такая личная работа Она очень сильно поможет Например Чтобы потом После этого Сделать запуск курса Уже с более низким чеком Но вы До этого Проведете До результата Определенное количество Ваших студентов Участников Мастер-группы У меня кстати Есть кейс запуска То есть По 500 тысяч рублей У меня стоило участие Вот у нас первый поток На 15 человек Мы на 7,5 миллионов Продали Самое дорогое наставчество Я продавал За полтора миллиона рублей То есть Это когда я Персонально с человеком Работал Онлайн школа Следующий вариант Средние чеки От 10 тысяч рублей До 100 тысяч рублей В среднем по рынку Может давать От 1 миллиона В месяц Чистой прибыли Плюсы в том Что масштабируется Есть варианты работы Без личного вовлечения автора При этом требует Много усилий На запуск И на производство Реально Если вам говорят Что курс запустить просто Нет Это не просто Курс запускать сложно Это тяжело С точки зрения маркетинга С точки зрения команды Это можно делать Это классная Масштабируемая история Очень выгодная Но это сложно Просто не буду вам Сделить подстилку Говорить что там Все просто Нет Это сложно Нужны усилия Нужны знания Надо учиться Нужна команда Наш рекорд за месяц На курсах Именно Выручка 11 миллионов рублей При 6 миллионах рублей Чистой прибыли С двух курсов Вот это наш Такой рекорд За месяц Значит Все примеры Этих инфопродуктов Которые я сейчас Упомянул Их можно И нужно запускать Через авторский Экспертный Телеграм канал На чем еще Можно зарабатывать Дорогая реклама В авторский канал За счет сильного Личного бренда Цена может быть До 3-4-5x От охватов Давайте на примере Разберем При охватах Средних поста Всего 5000 Вы можете смотреть Ну там За 48 часов Например Сколько охватов Набирает один пост Один рекламный пост Может стоить От 15 до 25 тысяч рублей Соответственно Если это 3x 5x От охватов Поняли То есть при 10 рекламных постах В месяц На охватах 5000 Это дополнительные 150-250 тысяч рублей Именно на авторском канале Если у вас канал Как бы обезличенный То такие деньги Не получится делать Там другая модель Там нужно брать масштабом И нужно То что мы говорили Заливать канал Чтобы получать заказы На рекламу Зарегистрируйтесь В сервисе Телега Ин Это занимает 3 минуты Но это основной источник Для закупщиков рекламы То есть когда Менеджер по рекламе Допустим Который работает с каналом Или сам автор канала Хочет что-то купить Он идет в Телега Ин И смотрит канал Вбивает все характеристики Которые ему нужны И Телега Ин Показывает Какие варианты Есть для закупки В целом Им можно пользоваться И для закупки Вам самим То есть Когда именно Не у вас хотят купить рекламу Когда вы хотите купить рекламу На каких других каналах В Телега Ин Есть каталог Проверенных вручную Каналов и ботов На которых можно рекламироваться Но по опыту В общем Хватает телеметра Если вот честно говорить Телеметра вам за глаза хватит Но в любом случае Зарегайтесь в Телега Ин Вам самое главное Зачем это сделать Чтобы ваш канал Могли найти Другие каналы Компании Бренды и так далее И купить у вас рекламу Или предложить партнерство То есть вы там точно должны быть Ссылка в описании ниже Регайтесь по ней Обязательно Сделайте это просто Хотя бы один раз Чтобы вы были Телега Ин Как канал Дальше на чем можно зарабатывать Это партнерки Например С экспертами Которые продают Свой курс Или с какими-то сервисами Полезными людям Вашей теме Можно прям Уделить Выделить время Сядьте И целый день Ищите разные Партнерки Не важно чем вы занимаетесь Финансы Психологии Изотерика Маркетинг Есть сервисы Во-первых Которые в вашей теме Люди используют Во-вторых Есть продукты Особенно курсы Онлайн школы Которые опять же В вашей теме Хорошо работают С ним можно делать Партнерку Вы рассказываете Про продукт У себя в канале И получаете комиссию Из продаж Вот так это легко работает При этом Большой плюс в том Что вы не оказываете Сами услугу Вы являетесь Только проводником Для того чтобы люди узнали Про чей-то сервис Или чей-то другой продукт Минус в том Что вы Ну зарабатываете меньше Чем допустим Продавая свой курс Но огромнейший плюс в том Что вы не делаете продукт Ваша задача Только рассказать у аудитории Показать полезность И перевести на уже тех людей Ту компанию Которая реализует продукт Следующий способ заработка Это продюсирование Или работа на блогера Можно не вести канал самостоятельно А запартнериться с блогером Или экспертом У которого уже есть аудитория В каком качестве Например В качестве продюсера Копирайтера Маркетолога Закупщика рекламы Это где-то 10-20% комиссионных Продавца рекламы Также 10-20% комиссионных То есть Помните я вам говорил Про инфраструктуру Которая образуется Вокруг телеграм-канал Вот вы также можете Стать частью Этой инфраструктуры И с кем-то Просто запартнериться Если вы круто Разбираетесь В телеграме Или в какой-то части Да Там в копирайтинге Или в закупке рекламы Или в маркетинге В продажах Но именно Специализируясь на телеге Сейчас все больше и больше Экспертов Специалистов Будет выходить Телеграм Уже очень много Там людей То есть Вы как бы можете Оказывать им услуги Если вы разберетесь В телеге Они разбираются В чем-то еще Вы разбираетесь В телеге Вы приходите И у вас 100% Мэтч Дальше на чем Может зарабатывать Платный канал По подписке Офигенный способ Прекурентный доход Вы создаете Отдельный канал Используя Один из доступных На рынке ботов И пиарить его В своем бесплатном канале Давайте прикинем Вот средняя стоимость Подписки Например От 500 до 3000 рублей В месяц Да В зависимости От много каких факторов При бесплатном канале В 1000 человек Где вы ведете Канал на какую-то тему Вы там пиарите Периодически Свой платный канал Допустим Конверсия В платник От 2 до 5% Какая часть Вашей аудитории Бесплатного канала Перейдет в платный канал И допустим Чек Возьмем Ну средний 1990 рублей За месяц Подписки на платный канал Улавливаете пока Постоянный доход В месяц Получается От 40 до 100 тысяч рублей Именно на платном канале При таких показателях По-моему неплохо Для организации Платного канала Я рекомендую сервис Toolsy Есть бот Donate Может быть слышали про него Который активно пиарится У них очень агрессивный маркетинг Мне не очень нравится Я их тестировал Честно Мне не понравился Этот сервис Дорого И сам сервис С точки зрения Поддержки Довольно Отстойный То есть Поддержка Плохая Toolsy По большинству параметров Сильно лучше Комиссия У вас в Toolsy Будет 0% С продаж Есть только Небольшая Фиксированная абонентка Это очень выгодно Особенно с ростом Платного канала Все будет выгоднее Потому что фикс у вас Не увеличивается То есть он там Есть максимальный фикс Он все равно маленький И у вас канал Вырос с 200 до 300 Вы не будете платить процент Как в боте Donate С каждой последующей оплатой По сравнению опять же С тем же Donate Функционал больше На 90% В Toolsy Валют в Toolsy Бот Около 40 штук Любую может валюту Использовать Рубли Доллары Сингапурские доллары Евро И 35 платежных систем Можно подключить Короче для тех Для тех кто хочет Стабильный источник дохода По подписке Через платный Телеграм канал Очень рекомендую Этот бот Ссылка в описании Получите бесплатно Вип доступ На месяц Именно по моей ссылке Больше такую историю Вы нигде не заберете Поэтому Подключайте Toolsy Получайте на целый месяц Вип доступ И пользуйтесь Монетизируйте Свой платный Телеграм канал На чем еще Можешь зарабатывать На услугах Введение экспертного Телеграм канала Приводит к двум результатам Во-первых Если у вас есть какие-то услуги Любые неважно Психолог Дизайнер Разработчик Софта Подключ У вас есть два Понятных Осязаемых результат Если вы ведете Авторский Телеграм канал Увеличивается средний чек На ваши услуги За счет раскачки Личного бренда Но опять же Если вы правильно Грамотно работаете С позиционированием С контентом И так далее Раскачивайте личный бренд Второе Возрастают конверсии В заказ Услуг Из-за роста доверия К вам как к специалисту То есть и чек увеличивается И конверсия растет Пример Вы дизайнер сайта Продаете услугу За 30 тысяч Например Делаете сайт Под ключ Клиенты приходят Через сайты фриланса У вас Обычно Начали вести канал Собирать там аудиторию Делаете полезный контент По вашей теме Делаете прирост Аудитории Постепенно Оттуда пошел Литген То есть пошли клиенты Чек постепенно Вы начали растить То есть количество клиентов Увеличивается Чек растите 30 Дальше 45 Дальше 60 И так далее Услуга при этом Та же самая Осталась То есть вы ничего не меняли Но Добавился лично бренд Добавился доверие Через контент Увеличивается конверсия В заказ Появляется новый источник Клиентов И увеличивается средний чек Если просуммировать Все способы Я советую начинать С простого инфопродукта Типа консалтинга Или гайда Например Плюс можно через время Добавить второй платный канал Именно по подписке Дальше добавляете партнерки То есть не надо Прям все-все-все Сразу делать И сразу продавать рекламу Например Тоже смысла нет Тупо невыгодно Лучше это делать Когда канал у вас уже подрос И у вас есть деньги На быстрое продвижение Тогда можете добавить рекламу Как еще один источник монетизации Для тех кто хочет Начать зарабатывать В телеграме Даже на небольшом канале У меня есть онлайн программа Теледруг Запуски в телеграм Я помогу вам Легко зайти в телегу С нуля Уже через один месяц Если вы будете делать Все как я показываю На курсе Начнете получать Уже первые деньги С вашего канала Прям через месяц В курсе вы Прямо за руку С нами идете С нуля Раскачиваете канал Делаете контент Создаете простой продукт Упаковываете его И начинаете продавать Сейчас действуют спецусловия Поэтому залетайте на курс По ссылке В описании Давайте вместе качать Ваш телеграм канал На теледруге Особенности контента В телеграме Фокус на самом контенте А не на упаковке Как в инстаграме То есть Ну в инсте Конечно Очень много Надо уделять Времени И сил Именно Тому Чтобы все у вас Четненько выглядело Все было красиво Оформлению Те же оформления Stories Например В телеграме Это есть Но это как бы минимально Фокус на самом контенте На самом смысле То есть На том Чтобы быть А не казаться Дальше Если сравнить с инстаграмом Сколько надо Stories в день делать Ну 10-15 Хотя бы надо фигачить Столько Stories в телеге Делать не нужно 3-4 поста Это вообще Окей За день Некоторые делают Один Я часто Сам делаю Один пост В день Вообще Абсолютно Нормально Некоторые каналы Делают Там по 10 постов Ну Зависит от того Как вы ведете Делайте там мелкий апдейт Мелкие посты Или уже делать Лонгрид И его постите То есть Контент нужно меньше Телеграм И он нужен реже Можно ставить Посты в публикацию Это супер Супер удобно То есть Не нужно Давать Никакие В инсте Например Есть Планеры Сервисы Которые Можно в план Поставить Выкладывание Сторис Но этим Мало кто Пользуется Сейчас Потому что Может панд Прилететь Инстаграм И так далее В телеграме Этого нет Вот есть Как бы Внутренний сервис Вы можете Поставить Пост На публикацию То есть Вы можете За день Спланировать Все посты На ближайшие Две недели И расставить Их Просто Публикацию На дни И время Какие форматы Есть в телеге Чисто текст Самый распространенный Формат Как писать Разбираемся На курсе Кстати То есть Офигенные Тексты Продающие Вовлекающие Писать Второе Это голосовые Офигенные Это просто Моя любимая Мой любимый формат Когда вы можете Раскрыть Какую-то мысль Которую Вы не хотите Расписывать В тексте Вам реально Удобнее Это сделать Голосом В инстаграм Сторис Так не получится Потому что Вы не можете Вы хотите Например Какое-то Пояснение Сделать Записали Трехминутную Голосовушку В телеграме Три минуты Это Сторис Получается 4 умножить На 3 Ну по 15 секунд 12 Сторис Чтобы Пояснить Одну мысль 12 Сторис Нет Так В инстаграме Нельзя делать Ни в коем случае В телеге Голосовой Записал На 3 минуты Отлично Как бы Такое дополнение Для сближения С вашей аудиторией Очень важно При этом Написать Цепляющий Заголовок Голосовому Сообщению Чтобы Заинтересовать Аудиторию То есть Не просто Голосовое А именно Сделали голосовое Нажали Редактировать Если на клавиатуре Вы делаете Просто кнопочку Наверх Стрелочку Наверх Нажимаете Заходите В режим Редактирования Вашего голосового И пишите Заголовок Про что Голосовое Дальше Это фото Подборки Иллюстрации Для усиления Поста То есть Соответственно Можно Фотографию Делать И к ней Как бы Делать пост То есть Тогда он будет Такой более Вертикальный Фотография Снизу Текст Можно Несколько Фотографий Вот я например Ездил на вулкан Бромо И Иджин В Индонезии И сделал Подборку И фото И видео Я запостил 10 фотографий Фотографии Видосов И дальше Снизу Пост Где я рассказываю Как я съездил В целом Видео можно использовать Я рекомендую Вертикальные Вы можете по аналогии Как сторис Использовать Такие видосы Пока сторис Не выкатили В телеге Можно использовать Как такие длинные Иллюстрирующие Что-то специальное У меня есть Ученик Один Лорион Кантор Он на телеге Там на небольшом Канал У него там Порядка Двухтысяч Двух-трех тысяч Подписчиков При том что у него Инстаграм Где-то около Пятидесят тысяч Подписчиков Он стал Он продает Драгоценные камни И в телеге Он переводит Людей Которым интересен Допустим Конкретный Драгоценный камень Который он показывает И он может Прямо снять видео То есть он берет Телефон И снимает Близко Показывает Как камень выглядит Показывает его В руках То есть Офигенно Можно там Потратить две минуты Для того чтобы Офигенно Нативно Наглядно Показать Ваш продукт Такой штуки Опять же Нет в инсте Ну в инсте Это тоже можно сделать Но там нужно Гораздо больше Заморачиваться Как бы с оформлением Тогда Ну потому что Нельзя в инстаграме Там что-то на две минуты Выкатить Телеги можно Люди будут смотреть Следующий формат Это кружочек Вы добавляете эмоции В ваш канал Связь как бы Более эмоциональную С вашей аудиторией Усиливаете Какое-то сообщение Которое вы Уже сделали То есть Вы делаете Какой-то промо Например Собираете людей На вебинар Вы сделали пост Продающий Ну именно Продающий В плане того Что он должен Привести людей Зарегистрироваться На вебинар И дальше Вы еще Снимаете Кругляшку Можно там Пропустить Например Через час Снять кругляшку И в ней Сказать Типа Эмоционально Вот ребята Приходите Будет классно Ла-ла То есть Это дополнительная Такая штучка Прямые эфиры Кстати Отлично Подходит Для продаж Конверсия В приход Очень высокая То есть Например Когда мы делаем Вебинары У нас Приходит Порядка От 30 До 40 Процентов На вебинар Если мы проводим Через классические Вебинарные платформы Через Гиткуш То же самое Если мы делаем Через Телеграм То там Приход Может быть 60 Плюс Процентов Потому что Тебе не надо Дополнительные Какие Шаги Делать Фактически Ты увидел Уведомление В канале У себя В телефоне И тут же Пришел Гораздо проще Для пользователей Нет ограничений По количеству Участников Но это Абсолютно Бесплатно Можно привезти Хоть тысячи Человек Себе В эфир Ниихих Ограничений Нет Можно транслировать В другие Соцсети Там есть Такая функция Можно Одновременно Например Транслировать Себе На ютуб Канал Как стрим Трансляцию Из телеграм Лайфхак Стартуете Эфир Заранее В заданное Время То есть Например Вы Три часа По Москве Делаете эфир Сделайте Допустим В этот же день В 10 часов По Москве Создайте эфир Который у вас Стартанет Три часа дня То есть За 5 часов И у человека Когда он будет Видеть ваш канал В списке У него будет Отображаться Что назначен эфир То есть Это очень визуально Будет видно Лайфхак номер 2 Не забывайте Нажать кнопку записи Когда начинаете Делать эфир У меня так было Пару раз Я проводил Классные эфиры Уроки Я кстати так и делал Для курса Два раза Я помню Один раз на бесплатный эфир Один раз на уроки Я забывал нажать Кнопку записи И приходилось Все перезаписывать Вот поэтому Когда готовите эфир Прямо сделать себе Например Идете по какому-то плану Сделайте себе Первым пунктом Большими красными буквами Нажми запись Когда начинается эфир Кстати Я у себя в канале Могу рассказать Про ваш канал Или про ваш проект Для этого Можно взять у меня Рекламу В телеграм канале Аудитория у меня Супер лояльная Очень платежеспособная Многие потратили сотни тысяч рублей На обучение у нас в академии Поэтому ссылку тоже положу ниже Заказать можно Заполнив свои данные Мы дальше с вами свяжемся Если вы расскажете Что вы у себя Хотите прорекламить Какой проект Или какой канал И мы вам скажем Получится это сделать или нет Поэтому оставите заказ Внизу Оплачивать его не нужно Потому что мы Не все каналы Естественно Все проекты берем Но просто удобно Через форму get-курса Оставьте заявку И мы с вами свяжемся По поводу рекламы У нас в телеграм канале Дальше Как набрать первую тысячу подписчиков Первый способ Это перелив аудитории Из инстаграма И ютуба Если у вас есть другие Уже платформы Где есть аудитория То обязательно нужно На них анонсировать Можно провести Такой мини запуск Чтобы перевести На вашу аудиторию Можно периодически Потом после этого запуска Раз в неделю Раз в две недели Делать анонс И вот ребята Там в телеграм канале Что-то появилось И так периодически Как бы перекачивать Свою аудиторию Из других платформ В телеграм Очень важно Когда вы делаете Такой перелив Вы должны Объяснить Почему Людям стоит Подписаться на вас В телеграм канале Если у вас Тоже самый контент В телеге Как и в других местах У людей нет Никакой мотивации Это сделать Типа объяснение Подпишите Чтобы быть на связи Ну тоже Такое себе объяснение Дайте какую-то пользу Какую-то ценность Зачем людям подписываться Какую-то полезняшку Специально сделайте Тем, кто подпишется Например Как еще можно Набирать аудиторию Участие в сообществе Большого тематического канала То есть вы Подписан на тот же канал Допустим Максим Чернов И у вас У самого Или у самой Канал Про маркетинг Вы можете Периодически В комментариях Под постами Писать что-то по делу И обязательно Пишите от лица канала Не от себя От лица канала Для этого нужно Нажать Два раза Тапнуть слева внизу И у вас переключится Личный профиль На профиль канал Пишите от канала Чтобы если человек Заинтересовался Вашим комментарием Он мог сразу Кликнуть Нажать на вас Тапнуть на вас И перейти на ваш канал И пишите по делу И таким образом Вы потихоньку Вы как активный Участник сообщества На каком-то Большом тематическом канале Будете себе Часть людей переводить Также Вы можете Получать аудиторию Из чатов Не из каналов А из чатов Например Вы состоите В каких-то Тематических чатах Про По вашей теме Какой-нибудь Юридический чат Чат юристов Санкт-Петербурга Например Когда вы пишете Вы можете Опять же Здесь важно Не быть навязчивым И не кидать Тупо просто рекламу Вашего канала Комментируйте по делу Отвечайте по делу И периодически Упоминайте ваш канал Можете говорить Например Что вот у меня Вышел пост На вот такую-то тему Типа с позволения Админа канала Кидай его сюда Админа можете спросить На всякий случай Ну то есть Нативно Рассказывайте Участвуйте в жизни Сообщества И упоминать Периодически свой канал Еще можно Получать аудиторию Органики С репостов Если вы пишете Классные посты То их Периодически Будут репостить Особенно Когда вы начинаете Расти На вас подписываются Также админ Больших каналов Они вас иногда Репостят Это получается редко Органику Тяжело набирать Конечно В телеграме Но возможно Если вы пишете Что-то классное Что людям хочется Репостить То будут Периодически Залетать репосты От каналов И вы будете Оттуда получать Подписчиков Взаимный пиар Или коллаборации С другими Телеграм каналами Это на самом деле Лучший способ Сейчас Как раз Ваш фокус Должен быть Чтобы набрать Первую тысячу Подписчиков Пример взаимного пиара Вот здесь Старайтесь не делать Посты длинными Для взаимного пиара Иначе Тяжело будет Все-таки Как бы взаимный пиар Надо делать Такой Облегченным Контентом Даже если вы делаете Обычно у себя Лонгриды То ВПшку Сделайте С более коротким Постом Структура Поста Следующая Цепляющий заголовок Контекст Про канал Или про человека Про который вы рассказываете Наследие Почему Этот человек Или этот канал Классные Крутые Чем полезен канал Сам С точки зрения Контента Зачем на него Подписываться И можно ввести На полезность Например На какой-то полезный Чек-лист Или пост Ну не обязательно Можно просто Сразу на канал ввести Без полезняшек Просто полезняшка Какая-то Она чуть усилит Конверсию В подписку И призыв к действию Просто Подпишитесь Ссылки ставятся Два раза По классике Одна в серединке Одна То есть Когда вы представляете Канал Вы там Заголовок Потом Сегодня Хочу рассказать Про канал Такой-то Первая ссылка И в конце Полезен Такой контент На такую-то Тему Подпишитесь Ссылка Номер два В общем Впшки Еще раз Это то На чем Можно сделать Себе Первую тысячу Подписчиков Поэтому Занимайтесь Нетворкингом Приходите к нам На курс Теледруг Запуске в телеграм По развитию Телеграм-канал Там Знакомьтесь Со студентами Делайте коллаборации Вместе Первую тысячу Подписчиков Надо Не то что надо Но самое простое Самое правильное Дорасти через ВП Через Ваимный пиар Следующий способ Это закуп Телеграм-канал Здесь вам поможет Телеметр Ссылка внизу Как я уже рассказывал Телеметр Это маст Мастхэв Для тех Кто развивает Свой телеграм-канал Можно также Делать закуп В ютуб-каналах Но это уже Когда у вас Есть бюджет Допустим У вас уже Неплохой канал Вы развиваетесь У вас Понятные С точки монетизации У вас Прибыль с канала Приходит Можете дальше Рассмотреть Как бы Следующий уровень Ютуб-каналы Тематические Из ютуба Трафик Можно переливать В телеграм Он переливается Оттуда Из инсты Не переливается Только если Это не ваш инст То есть Из чужой инсты Ваш телеграм Не переливается Из ютуба чужого Ваш телеграм Переливается Не спрашивайте Почему Это просто опыт Жаль конечно Можно и нужно Еще делать Пиар на выступлениях То есть Если вы выступаете Вживую Или на вебинарах Какие-то онлайн Зумы Делайте Пиар вашего канала Особенно Если вы дали Какой-то классный Контент В течение Вашего выступления То обязательно В конце Скажите Подпишитесь на канал Получите Вот такую-то Штуку Дальше Я больше Рассказываю Об этой же теме Самые лучшие Подписки будут Приходить в выступления Автосервисы Еще про Продвижение Есть автосервисы Типа по раскрутке Когда вы там Кладете какой-то бюджет И типа Ваш канал развивается Вам покупаются Где-то подписчики Не рекомендую Не пользуйтесь Это как правило Скам Если не скам То вам придут На одного нормального Подписчика Девять придет Шлаковых Важный момент Не делайте ВП Для закупки рекламы Если канал Не готов к контенту Потому что Вы просто будете Сливать деньги Если у вас там Вы еще не набили руку На выкладывание постов У вас там Большие какие-то пробелы С постами Канал не упакован То смысла Закупаться нет Сначала сделайте Первые шаги Вот почему В этом видео Мы именно по такому Плану шли Сначала Сделайте Подготовьте канал Потом Начинайте делать ВП Или закупать Чтобы и усилия свои Не сливать И время Свою не тратить В общем Развивайте свой Телеграм-канал За этим 100% Будущее Дуров опять Всех переиграл Приходите на Бесплатный вебинар Как стартануть Телеграм-канал С нуля И вывести его На прибыль Ссылка внизу До встречи В эфире Пока Субтитры сделал DimaTorzok